Такие глаза, как у него, бывают только у ирландцев. Вот как будто цветные линзы вставил. Вот будет стоять толпа людей, и если он будет в этой толпе, его будет сразу видно из-за глаз. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Анна Ханна. К сегодняшнему видео я готовилась очень давно. Я долго собирала материал, и каждый раз, когда мне казалось, что я уже готова его снимать, всё время что-то меня останавливало, какая-то неуверенность. Всё ли до конца, я понимаю, в этом деле, даже не просто деле, а явлении, да и вообще можно ли всё в нём до конца понять? Очень прошу вас досмотреть это видео, и если можно, поделиться им со своими знакомыми, особенно с теми знакомыми, у которых есть дочери. Потому что в этом видео я буду рассказывать о том, как может быть опасен человек по отношению к другому человеку, смертельно опасен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Сегодняшняя история будет о Валерии Николаевиче Андрееве, особо опасном преступнике, который, увы, до сих пор не пойман. И вполне может быть, что именно сейчас он находится как раз в том городе, что и вы. Он ещё не совсем стар и вполне на многое способен. Небольшой городок Орск расположен в Оренбургской области на Урале, недалеко от границы с Казахстаном. Знаменит месторождением Яшмы. А вообще город как город. Есть храм, церковь, костёл и театр, пара музеев и несколько памятников, среди которых трогательный памятник Орскому ливерному пирожку. Очень симпатичная, я бы сказала, мирная скульптура. Жителей Орска называют словом «орчане». И, увы, самым известным орчанином, который прославил этот город на всю страну, стал поистине страшный человек. Валерий Андреев родился 10 апреля 1957 года в посёлке Шалкарский Светлинского района Оренбургской области. Окончил школу и освоил профессию водителя. Много лет работал дальнобойщиком на автопредприятии. Такие работники, как Андреев, вполне могут украсить доску почёта. Он аккуратный, положительный. За все годы работы ни одной аварии. Ну, может, иногда там были какие-то мелкие штрафы за нарушение скорости. И в быту он тоже прекрасный человек. Хороший сосед, примерный семьянин, жена, двое сыновей. Но давайте обо всём по порядку. В Оренбургской области, в районе Орска, стали пропадать молодые девушки, одна за другой. Айжан Уркумбаева 28 июня 2010 года села в попутку, о чём успела сказать брату, и с тех пор никто её не видел и не слышал. Дарья Фадина исчезла в сентябре того же года. Она отправилась в продуктовый магазин, позвонила матери, сообщила, что собирается поймать попутку и скоро вернётся. Исчезла бесследно. 18 декабря 2010 года вышла из здания школы искусств 15-летняя Эльвира Молдобекова. До дома она так и не дошла. 19-летняя Екатерина Морозова 10 июля поругалась со своим парнем и сорвалась в хутор Степановский. Доехала, позвонила маме, сообщила, что ложится спать. Больше её никто не видел. 16 августа в Орске пропала 15-летняя Кристина Алексеева. Сказала родным, что идёт на рыбалку и не вернулась. 20 августа в Домбаровском районе исчезла 23-летняя Алина Кужагулова. Из дома девушка пошла к дороге, чтобы успеть на маршрутку до Орска. 2 сентября в Орске пропала 20-летняя Гюзель Калтаева. Девушка после дня рождения собиралась ехать домой в село Тасбулак, но не доехала. 25-летняя Ирина Никольская, мать грудного ребёнка, исчезла в Оренбурге. 3 ноября вышла в магазин и больше не вернулась. Говорят, что самое плохое — это неизвестность. Но не для всех. Вот для родителей пропавших девушек неизвестность всё-таки лучше, поскольку она даёт какую-то надежду. Жители Орска всерьёз забеспокоились. В местных газетах стали появляться статьи. А в 2011 году вышла программа «Дежурная часть» на федеральном канале. «Внимание! В Оренбургской области пропадают молодые девушки. Худощавые. В возрасте 15-30 лет», — говорится в программе. «Явление стало приобретать тревожные масштабы. Поползли слухи о маньяке». Но Следственное управление по Оренбургской области не видит поводов для паники. «Нет никакого маньяка», — так говорит в интервью программе «Дежурная часть» руководитель Следственного комитета по Оренбургской области Дмитрий Аненков. «Нет никакого маньяка». Девушки пропадают, девушки находятся. О каком маньяке может идти речь? Ну что ж, отсутствие сомнений, излишняя уверенность, наверное, это всё-таки не самые подходящие качества для сыщика, особенно для главного сыщика области. Тем более, что девушек тем временем стали находить в задушенных, изнасилованных, изувеченных. Эльвира четыре месяца после гибели пролежала в трубе у водоёма недалеко от автобусной остановки, в нескольких километрах от родного дома. Алина. Её изуродованную до неузнаваемости нашли в лесу. Чтобы мать могла опознать дочь, ей показали одежду убитой. Кристина. Тело обнаружили в подвале одного из жилых домов. Там её изнасиловали и жестоко убили. Делу дала ход 18-летняя Ольга Журавлёва. Она пропала без вести 13 июня 2012 года. Но нашлись свидетели, которые видели, как девушка садилась в белый корейский автомобиль Сан Йонг. Белый автомобиль отследили по камерам и увидели, что он приехал в Ворск. Машин, подходящих под это описание, в городе оказалось зарегистрированных всего две. Хозяин первой из них в то время отсутствовал в Ворске. А вот вторая машина была как раз зарегистрирована на Валерия Андреева. Да, и согласно данным биллинга, телефоны Андреева и Журавлёвой незадолго до её исчезновения находились в одном месте. Поэтому в начале июля 2012 года дальнобойщика задержали, вызвали на допрос и отпустили. Да, милосердно отпустили. Почему? Нет разумного пояснения, нет разумного ответа на этот вопрос. Посчитали, что мало улик. Андреев на допросе, что называется, ушёл в такую глухую несознанку. Мол, я ни при чём, я законопослушный гражданин, я не был судим. Какие могут быть ко мне претензии? Он так искренне недоумевал, почему его допрашивают, что у работников правоохранительных органов, видимо, просто рука не поднялась надеть на него наручники. В одной из статей на тему Андреева мне попалась формулировка, которая, как мне кажется, просто блестяще отражает работу сыщиков. Несмотря на то, что следователи отпустили Андреева, подозрения с него не сняли. Ну да, милосердие, как говорится, выше справедливости. Вот это что? Гуманность, великодушие, любовь к ближнему, вера в хороших людей или всё-таки возмутительный непрофессионализм, грубая служебная ошибка, халатность, к которой ещё часто добавляют слово «преступное». Зверя выпустили на волю и стали собирать улики. Личные и служебные автомобили Андреева проверили, обыскали также его гараж. В автомобилях обнаружили замытые следы крови и другой биологический материал, принадлежавший Ольге Журавлёвой. А в гараже Андреева полицейские нашли молотки, но не те молотки, которыми мастеровой хозяин прибывает полочку в кухне, а молотки окровавленные, с засохшими следами крови, с помощью которых маньяк расправлялся со своими жертвами. Орудия, так сказать, труда убийцы. Кроме этого, в гараже нашли леску и несколько ножей. На ножах тоже были следы крови. Кровь была и на стенах. Стены были замазаны штукатуркой и покрашены известью. Оперативники побеседовали с коллегами Валерия Николаевича. «Да нормально он, в принципе, мужик», — говорили водители автопредприятия. Ну, только вот какой-то нелюдимый, необщительный, любит работать один. Даже в дальние поездки всегда сам-сам как будто отстаёт от автоколонны или, наоборот, обгоняет её. Ну, не любит он караванов. Да и ночует обычно сам один где-то вдалеке. А ещё дальнобойщики признались, что видели в его фуре средства контрацепции и всякие женские вещи — нижнее бельё, расчёски, помады. Вспомнили следователи и про показания очевидцев по делу пропавшей Дарьи Фадиной. После того, как девушка как сквозь землю провалилась, местные жители рассказывали, что видели, как Фадина садилась в большегруз жёлтого цвета. Как раз на таком работал Андреев. И вот после этого Валерия Андреева наконец-то повесткой вызывают на допрос. И, конечно же, на допрос он не является. Пока сыщики собирали улики, серийный убийца, преступник, маньяк и душегуб скрылся. Второго шанса он следователям не дал. Интересно, как к этому отнёсся руководитель следственного управления? Ещё интересно, есть ли среди его близких родственников молодые девушки худощавого телосложения? Такие, какими были Эльвира, Кристина, Лена, Катя, Ольга и многие другие. Эпизоды пропажи девушек связывают в серию, а Валерия Андреева объявляют в розыск. И буквально на всех столбах Орска появляются листовки своего фотографии. Внимание, опасный преступник. Приметы такие-то, обращаться туда-то. Листовки появляются, листовки исчезают. Кто их срывает? Татьяна Андреева, медсестра, мать двоих сыновей, жена Валерия. Татьяна живёт словно во сне. Она ведь точно знает, что Валерий ни в чём не виноват, что это ошибка, это вопиющая несправедливость, что так не может быть. Да и соседи по дому не могут поверить в то, что Валерий Николаевич — человек из 53-й квартиры, с которым они многие годы здоровались на лестничной площадке, что вот этот самый человек и есть преступник-убийца. Да быть такого не может. 6 июля беглый муж позвонил Татьяне. Разговор был короткий. «Пусть разбираются», — сказал Валерий, не объяснив, где он, куда убежал, зачем и когда вернётся. И стали разбираться Андреева, уже прозванного Орским маньяком, заочно обвинили в семи убийствах и объявили уже в федеральный розыск. Но дело в том, что девушек, пропавших в Орске и окрестностях, на самом деле гораздо больше. Неофициально правоохранительные органы Оренбурга называют страшную цифру — больше ста. Андреева не нашли. Зато нашли останки его последней жертвы. Ольги Журавлёвой. Их случайно обнаружил рабочий железнодорожник, который ремонтировал участок трассы Оренбург-Челябинск. Это был череп, присыпанный землёй, и несколько костей. Всё, что осталось от 18-летней Ольги. Следственный комитет установил генетический код Валерия Андреева, который внесён в федеральную базу данных геномной информации. В 2019 году Андреевы уже объявляют в международный розыск. Им занимается Интерпол. В списке Интерпола он занимает первую строчку среди восьми особо опасных преступников, совершивших множественные изнасилования и убийства. За информацию о местонахождении Андреева губернатор Оренбургской области пообещал 500 тысяч рублей, а МВД России — миллион. Его то и дело видят в разных концах страны. Красноярск, Санкт-Петербург, Москва, Карелия, Самара. Правда это или нет, неизвестно. Очень подробно свою встречу с якобы орским маньяком описала журналистка Инна Иванова, которая якобы видела его летом 2019 года в селе Тарковичи Ленинградской области. Пожилой мужчина довольно навязчиво пытался успокоить её капризную дочь, предлагал ей конфетку и пробовал познакомиться поближе с молодой матерью. Вот как описала его Инна. «Немного за 60, волосы седые, давно не стрижены, грязные, растрёпанные. Во рту золотые зубы, поверх то ли рубашки, то ли пижамы старая, чуть ли не советская куртка на тонкой подбивке, синяя и вытершаяся, будто ватник. Полное ощущение, что человек отлучился от города за хлебом». Многие пишут, что внешность Андреева заурядная, что он похож буквально на всех людей сразу. Но те, кто действительно знали его лично, говорят по-другому. «Глаза». У Андреева совершенно особенные глаза. Очень яркие, голубые. Их буквально издали видно, они горят, как лампочки на ёлке. Такие глаза, как у него, бывают только у ирландцев. Как будто цветные линзы вставил. Будет стоять толпа людей. И если он будет в этой толпе, его будет сразу видно. Из-за глаз. Вообще, когда я работаю над какой-то темой, то бывает так, что какая-то важная мысль приходит ко мне не в виде знания оформленного какого-то, а всплывает картинкой. И вот когда я читала про глаза Андреева, я не понимала, как это. А потом до меня внезапно дошло. Актёр Домогаров или актёр Калягин. Вот о чём это. Некоторые говорят, что глаза у него как будто женские. Некоторые говорят, что он смотрит как удав. Все сходятся в одном, что глаза у него выразительные, безусловно, выразительные, безоговорочные и запоминающиеся. Да, вот если не знать, кто такой Андреев, то его внешность, его лицо может даже показаться вполне привлекательным. Глаза голубые, прозрачные, внимательные. Нос крупный, скорее армянский. По форме напоминает грушу. Губы узкие. Я читала, что рот он обычно держит плотно сжатым, но когда он начинает разговаривать, становятся видны золотые коронки. Золото во рту — это особая примета, ведь уже, наверное, лет 30 точно никто уже такого не ставит. Манера речи у Валерия спокойная. Он вежлив, внимателен, производит впечатление хорошо воспитанного. Человека, которому можно доверять, а ещё говорят, что он совсем не похож на серийного убийцу. Коварство в том, что они, как правило, все не похожи. По каким внешним признакам можно распознать маньяка, убийцу, преступника? К сожалению, нет таких признаков. Эти люди зачастую ведут не просто социально приемлемую, а образцовую жизнь. Носят маску нормальности, они имеют хороший интеллект, они адаптированы в обществе, хотя расстройство Личности, безусловно, у них есть. Андреев убивал на сексуальной почве. Возможно, поводом послужил какой-то неудачный сексуальный эпизод в далёкой молодости. И отсюда появилась такая настойчивая необходимость насиловать, издеваться, убивать так называемый прототип. Имеется в виду девушек, внешне похожих на ту, с которой он когда-то давным-давно пережил унизительный опыт. Наказывать, любоваться агонией, наслаждаться, видя, как живое постепенно становится неживым. Цикл существования маньяка сводится, как правило, к периодам охлаждения и к моментам срыва. Основной фактор срыва — это нарастающее напряжение, которое можно разрядить в извращённом виде. Допустим, если в норме у мужчины объектом влечения является женщина, то вот у Чикатило, например, это были дети. У Пичушкина это были пьяницы и бомжи. А у Василия Кулика это были девочки, мальчики, а также пожилые женщины, которые не могли самостоятельно ходить. Конечно, не все люди, пережившие какую-то психологическую или психическую травму, становятся маньяками. Существует к этому чисто сугубо физическая предрасположенность. Один американский учёный исследовал мозг самых жестоких убийц и обнаружил повторяющиеся структурные аномалии в участках, отвечающих за контроль над импульсивностью и агрессией, а также в тех участках, которые отвечают за эмоции и контролируют такие чувства, как сопереживание, вина. Поэтому характерные психопатические черты — это эгоизм, чёрствость и беспощадность. Распознать предрасположенность ребёнка к психопатическому поведению можно уже в детстве, оказывается. Дело в том, что существует три особых признака детского поведения, при наличии которых с большой долей вероятности можно предполагать, что во взрослом возрасте у него будет психопатическое поведение, то бишь склонность к совершению особо опасных преступлений. Это следующие признаки — ненависть к животным, любовь к огню, страсть к поджигательству и ночной энурез. Это так называемая триада Макдональда, названная по имени судебного психиатра из Новой Зеландии, Джона Макдональда, который доказал эту закономерность научным путём. Но сама по себе предрасположенность не делает человека серийным убийцей. Решающий фактор — это детская травма головы, а также психическая травма, полученная в детстве или в юности. И когда всё это сходится вместе, вот тогда, собственно, и получается водитель-дальнобойщик из Орска. Чем виноваты его жертвы? Ничем, как в басне Крылова «Волк и ягнёнок». Только тем, что они молодые, худощавые, и что им надо куда-то ехать, а маршрутки нет. И ещё тем, что у отзывчивого голубоглазого дяденьки с золотыми зубами как раз сегодня происходит фаза нарастания нейронной активности, и как раз сегодня ему приспичило кого-то срочно убить. А чем виноваты его родные? Та же жена Татьяна, которая выбирала себе в мужья хорошего человека? Или те же сыновья, которые как раз наоборот не выбирали, у кого им родиться? Как быть им? Как жить с клеймом семьи серийного убийцы? Есть ли вероятность того, что детям Андреева передадутся по наследству качество отца? Вероятность хоть и маленькая, но, к сожалению, есть. Например, сын Чикатило Юрий, он и сам оказался преступником. Сидел за изнасилование, подделку документов, похищение человека и покушение на убийство. Занимался вымогательством, давил на жертв, показывая свое свидетельство о рождении. Смотрите, чей я сын? Серийного убийцы. Провел за решеткой около 12 лет, где также добивался авторитета за счет происхождения. Вор, как говорится, должен сидеть в тюрьме. А где должен сидеть серийный убийца? Что вообще с ними надо делать? Для самых страшных преступников в России, маньяков, людоедов, расчленителей, имеются три самые строгие тюрьмы. Название у этих мест довольно романтические. Белый лебедь находится в Соликамске. Полярная сова находится в режимном поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Тюрьма расположена за Северным полярным кругом. Черный дельфин. Как раз в Оренбургской области. Сбежать из этих мест можно, как говорится, только через кладбище. Говорят, что свет в камерах не выключается никогда, а каждые 15 минут арестантов проверяют дежурные. Подъем в 6 утра. Отбой через 16 часов. В течение дня нельзя ложиться на койке. При переходе в другой корпус заключенным надевают повязку на глаза, чтобы не запомнили план тюрьмы. Давайте вспомним, что стало с самыми страшными отечественными преступниками. Андрей Чикатило. Число жертв 43. Приговор. Смертная казнь. Сергей Головкин. Жертв 11. Приговор. Смертная казнь. Василий Кулик. Жертв 13. Смертная казнь. Олег Рыльков. Жертв 9. Пожизненное лишение свободы. Александр Бычков. Жертв 9. Пожизненное лишение свободы. Евгений Чуплинский. Жертв 19. Пожизненное лишение свободы. Ирина Гайдамачук. 17 жертв. 20 лет лишения свободы. Александр Пичушкин. 49 жертв. Пожизненное лишение свободы. Михаил Попков. 78 жертв. 2 пожизненных срока. Валерий Андреев. Предполагаемое число жертв больше 100. На свободе. Вглядитесь в это лицо. Перед вами Орский маньяк. Рост 173 сантиметра. Возраст 64 года. Лицо овальное. Глаза серо-голубые. Выразительные. Яркие. Нос грушевидный. Волосы прямые, короткие. Цвет волос темный, с проседью. Губы тонкие. Подбородок прямой. Мушные раковины прилегающие. Особые приметы. На верхней челюсти, спереди, справа и слева, с первого по четвертой зубы имеют коронки желтого металла. На нижней челюсти, слева и справа, с пятого по седьмой зубы имеют коронки из желтого металла. Если вы встретили этого человека, избегайте всяческих контактов с ним. Не вступайте в разговоры. Не смотрите ему в глаза. Как можно быстрее сообщите в полицию о его местонахождении. Мир делится на своих и не своих. Не доверяйте не своим. Ведь не факт, что при встрече с серийным убийцей у вас загорится какая-то красная лампочка или холодок побежит за ворот. Нет, скорее всего, вы ничего не почувствуете. Есть большая вероятность того, что Орский маньяк покинул территорию России. Если вы живёте в Прибалтике или, как я, в Польше, будьте на чеку. Голубоглазый, золотозубый мужчина может находиться там. Скорее всего, он сейчас там. И даже если вам больше 50 лет, имейте в виду, что сейчас Валерий Андреев может искать как раз такую женщину, как вы. Хотя бы с целью совместного проживания, как говорится, ведения общего быта. Он может подсесть к вам в электричке, услышав, что вы говорите по-русски, например, по телефону. Он может спросить о каком-то пустяке, сдержанно улыбнуться золотым ртом. А потом предложить познакомиться поближе. Будем знакомы. Я Валерий. Впрочем, он может представиться и чужим именем. Но пусть вас насторожат золотые зубы и внимательные голубые глаза. Особенно глаза. Ведь даже если он поменял зубы, то поменять глаза он никак не мог. Что ещё? В связи с розыском Валерия Андреева в интернете выложили обращение к водителям. Не останавливайтесь, если видите голосующего человека на обочине. Проезжайте мимо. Легко сказать, а как? Как это сделать? Как не остановиться возле человека, который стоит с поднятой рукой на дороге в дождь или в ветер, или в снег, или в жару? Я сама признаюсь, иногда всё же останавливаюсь. Но своей дочери этого делать ни в коем случае не велю. Ведь ей ищу жить и жить. Да, будьте бдительны, смотрите вокруг. Держите свои входные двери закрытыми, особенно если живёте в частном доме. Всегда смотрите в глазок перед тем, как открывать. Не садитесь в попутные машины, не путешествуйте автостопом. О подозрительных людях сообщайте в полицию. Напоминаю, за информацию о местонахождении Валерия Андреева обещаны большие деньги. Вознаграждение — полтора миллиона российских рублей. Но не забывайте, что главная ценность, высший дар, с которым мы пришли в этот мир, — это наша жизнь, которая дороже любых денег. Берегите свою жизнь, будьте осторожны с незнакомцами и учите этому своих детей, особенно дочерей, даже если они не худощавые. Если из моих зрителей есть те, кто что-то знает о Валерии Андрееве, пожалуйста, напишите об этом на мою электронную почту. Конфиденциальность гарантирую. Спасибо, что досмотрели. Будьте осторожны, разбирайтесь в людях. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok